Девушки отдыхают Мы чиновники, но, к сожалению, горьких нет И как нет, мы садоводы-огородники И сдач своих вам шлем привет, большой привет Пускай у нас нет шести сотых мерзов Пускай шесть сотых у нас есть и будет урожай Про нас нету песен, мы сами их найдем Ты так и знай, мы сами их своем Ты так и знай Все книжки не поют, деревья не растут И землю выделили там под огороды Мы долго будем тебя прячать И пути грабить граблями Лопатой землю будем мы лопать Не отдадим мы никому твоей земли Не отдадим мы никому твоей земли И пусть и слава крыльчат Сады без нас ведут И я в дороге всегда не крыльчат И на луне у нас арбузы порастут И на луне у нас арбузы порастут Я приехал на Рублевку Ваш коттеджный городок Я купил земли щепотку И остался без портов Не воскребы, не воскребы А я маленький такой Нифига тебе Рублевка Что ж за рубль, боже мой Мы все спешим за овощами Но нет вкуснее ничего Чем то, что вы сорвали сами С грядки соседа своего С грядки соседа своего Ой, растет калина В поле у ручья Съесть ее хотела Думала, ничья Но успели поле и ручей продать Скоро воздух купят Будем не дышать Ягода, малина Так меня манила Ягоду, малину С чужого Куста сорвала Только лишь сорвала Выстрел услыхала Ах, какую крупную Соль-то была Ах, какую крупную Мишень-то была Пусть в рот, как я давно стою Устал я потом обливаться На дачу я С тебя спешу Скорей бы до нее добраться Пусть как зародыш я сижу Машиной этой дорожу Моя ока Мое богатство В огороде моем растет лебеда Из-за хрена капусты не найти Если вырос хрен Это навсегда Так что просто не дай ему расти На даче в мае как-то раз Случайно встретила я вас Хоть я ты нас не приглашала Нахально вы ко мне зашли И все, что можно, унесли Причем одни, а не с тобой Ах, столько краш, ах, столько краш Пусть в урожай бороем ваш Сто раз посадим больше мы Нехай подавятся они А пчела летит А внизу поля Где-то красный мак Где-то конопля Не опыляется Не опыляется Не опыляется Такое никогда А я в ясные дни Все ношу на горбе А я в хмурые дни По колено в воде А я сладкие дыни Оставляю себе А я пресные дни Продаю все тебе Мы картошечку сажали Поливались за весь свет Укрылатые нахалы Начинают свой разбег За картошкой мы приходим Сперва замер на труди Только парки и блинки Только стебли впереди Только парки и блинки Только стебли впереди Все меди в ясный дни Только парки и блинки И в ясный дни В ясный дни Все граждане Для обогрела За картошкой мы приходим Опять мне ветки обрезать И буквой ЗЮ весь день стоять Ночами сад свой охранять, воров гонять А может осени не ждать И в мои яблочки собрать Сейчас на яблоню залезть хочу я есть Клубника созрела и надо спешить Продать всё на рынке и денег срубить Но нас не пускают реви не реви На рынках, на наших, торгуют лишь люди горячей крови Черный ворон, что ты вьёшься Что тебе, моя бахча Ты добычи не дождёшься Всё сожрала Саранча Всю ночь глядят во тьму усталые глаза Не дремлет сторож-наводчик Он знает лучше всех Он может рассказать Кого на даче нет, к кому пора влязать Отчего бы лепичку в субботу не влечь Оттого, что все дачники едут на даче Степки дуракли, коробины полунов не счастье Кошек шуток везут и собачек А на телах мои мячники команды стоят И на лёбрах лопат не играют Полный табор набьются и грозди летят А последние, эх, выпадают Каждый год мы обещаем Что от лень не расстанавливаем От душу не дождь О-о-о-о И у всех не откровенно Нам хотели не переделать Это все одно О-о-о-о Вот Новый огород Наспыль наперед Что он принесет Что там пройдет Моя мячка везет Моя мячка везет Стоит мне больно О, куда мне придет На, 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 на Стоит у нас Рост и круглый год Мой каста варенье И нам боль Из Britann Пройдет Кто тыbaum По... Стоит Все нам По... Эсть Что там пройдет Все lift Время Стоит Стоит Капель АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание! Производится посадка в самолёт на рейс Москва-Канары. А ну-ка, повтори. Повторяю. Производится посадка в самолёт на рейс Москва-Канары. А ну-ка, повтори еще раз. Ты что, глухая? Ну что, тебе жалко, что ли? Ладно, повторяю для тупых. Производится посадка на рейс Москва-Канары. А ну-ка, повтори еще раз. Да пошла ты. Ой-ой, подумаешь. Так бы стояла и слушала. Канары, Канары, Канары. Море зовёт, волна поёт. А мы так и сгораем. Матрёна, ты худые лыжи-то навострил. Мы вроде с тобой на курорт ездим. Ну, правильно, курорт. Ну, курорт-то горнолыжный в Финляндии. Подожди, а мне наши пацаны сказали, что мы летим на Канары. А мне сказали, что в Финляндию. Вот я представляю, как в своём круге в проруби ковыряться-то мышь. Ой, крем-брюле в платочке, батюшки. Ну, да ладно, ладно, на себя погляди. Как? Селёдка в шубе. Чё? Ну, ничего, сейчас наши перцы придут, мы разберёмся. Куда мы едем, чего мы едем? В Финляндию или на Канары? Разберёмся, разберёмся. Поглядим, Тады. Поглядим, разберёмся. Вот что, будет что. Тады. Ксюш, Ксюш, Ксюша. Любочка из Плюша. Ля-я-я-я-я. Ксюш, Ксюш, Ксюша. Матрён, ты тоже это видишь? Любочка из Плюша. Или у меня глюки? Ля-я-я-я-я. Ёшкин козырёк. Ну, я, конечно, понимаю. Переходный возраст и всё так вот. Ну, чтоб так круче перейти, чтоб так ориентируй потерять. О, привет, герлы. Хоро. Привет, подружка. Клёвая юбочка. Мне тоже нравится. И снизу так приятно поддувать. Слышь, ты, Шизоин. У тебя чё, чердак снисло, что ли? Чего? Ты зачем юбку нацепил? Срамотень позорный. Так, а как мы же с вами летим у Франции, а там все мужчины ходят у юбка. Погоди. Вань, я вроде считала, что в Шотландии. Да какая разница? Все у них там извращенцы. Ну, ты-то, ты-то нормальный пацан, а ведёшь себя, как, я знаю, немфетка старая. Зачем к Россию? Матрё, я чё-то не поняла, мы чё, во Францию летим чё-то? Да какой Францию? Ты ж мне сказал Финляндию. Ты не раз слышала, киска, я тебе сказал Угрецию. Всё. Всё, приехали. Батюшки, стоит ли ещё мой самолёт на Канаре, а? Внимание тем, кто хотел лететь на Канаре. Да-да-да-да. Ваш самолёт давно тю-тю. Повторяю, давно тю-тю. Повторяю, тю-тю. Да слышу я, зараза. Кстати, уважаемые пассажиры, если вам нечего делать, то вы можете посмотреть в первом зале на старого идиота в юбке. Это на меня, товарищи. На тебя, на тебя, топ-модель сушёный я. Билеты где, билеты? А, билеты сейчас, билет, билет. А, билеты ж у моего дружбана. Где он у тебя? Он сейчас придёт, он уже, уже должен прийти. Где он? Где-то, где-то должен он. Я не знаю, что, где он. Вон идёт. Аплодисменты. Аплодисменты. Он у меня резиновый. Доброе утро! Боже, так же разрыв сердца можно получить. Суприз, суприз. А я думаю, что это за двухметровой очик затусули. Это вы. Это я. Здравствуйте, я никогда не мог подумать, что вы тайный эротоман группы Тату. А что, клевый музон. Я сошла с ума, я сошла с ума. Ну-ну-ну, рада, я обстабородатая. Ты что делаешь? Чего? Пацаны, у кого билеты? У меня. У тебя? У меня. Куда летим-то мы? Так это ж. Сейчас поглядим. Давай, давай, давай. Слушай, цветочек, мне что-то неудобно. Подержи. На, подержи. Мы пока посмотрим билеты. На, подержи. На, миленько. Давай, доставай, доставай. Не тянет, боносоедка. Ну, подержи, лопашок. Давай. Ах, сейчас поглядим. Ох, ох, ой, 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 пятизвездочный крематорий. На берегу моря. Пятизвездочный чего? Крематорий. Ты, откуда ты? Санаторий, ёпки-пак. Страна какая. Сейчас посмотрим. Так, так. Пятизвездочный отель, светский стол. Так. Какая страна. Быстрее смотри. О, смотри. Культурная программа, концерт группы Тату. Ты со своим Татуичком. Город какой. Сейчас, подожди. Анталия. Лопушок, я не понял. Вы сейчас никуда не улетели, а вы уже пьяные. Какая она пьяная. Давай, ты ещё пьянка, давай. Давай, вставай, Милин. Понимаешь, давай. Вставай, Милин, ну вставай. Давай. Давай. Матрена. Давай. Анталия, это Россия? Россия, Россия. Это моё. Только в Турции. Внимание, объявляется посадка на рейс Москва-Анталия. Наш, наш, наш. А ну, ещё раз повтори. Я с тобой не разговариваю, кобель старый. А это ж почему? Ты мне за два года алиментов должен. Анна Никитична, вы уже там. Наш рейс объявили, девчонки, давайте. Нас ждёт море, солнце и полный расколбаш. Расколбаш. Собирала я багаж. Разных шмоток целый саквояж. Вояж, вояж, вскоре на пляж. Ой, Матрена, я боюсь, Что я слишком круто оторвусь. Вояж, вояж, Дом мой не вернусь. Бабцам вина нальём. Вояж, вояж, вскоре на пляж. Спать отойдём. И по девкам мы пойдём. Вояж, вояж. Туда, где море и пальмы. Вояж, вояж. Где климат такой аморальный. Вояж, вояж. Где жаркий песок под ногами. Вояж, вояж. Едут бабульки с дедами. И не вернулись. АПЛОДИСМЕНТЫ Слышь, Святош, что это у нас за новые соседи подальше появились, а? А, это два артиста из Москвы. Ой, какие они шумные, а. Каждый день с утра до ночи какие-то частушки поют все. А мне нравится, у меня от их частушков на огороде все жуки сдохли. Ага. И коровы стали дыраться не молоком, а пивом. Каким? Старый похмельник. Батюшки. Пойду я курс своих проверю, может они уже киндер-сюрпризами несутся. А, кстати, что за артисты-то? Куплетисты. А, Михаил Вашуков, Николай Бандури. Мы частушек много знаем, их на даче сочиняем. Частушки будут дачные, по-моему, удачные. А в воскресенье еле-еле в электричку пробрались. На меня две тетки сели и кричат, не шевелись. Наша дача не пустует, сторожи, не сторожи. Мы два месяца ночуем, десять месяцев бомжи. Сутки тетя в огороде изгибается в дугу. Только в этой позе тетю я теперь узнать могу. Когда дома проживали, нашу дачу обокрали. Как на дачу заглянули, так квартиру грабанули. Он на даче вез подругу сладких мыслей, не тая. Дверь открыл, а там супруга. Здравствуй, милая моя. У меня на даче розы, красота ведь всем нужна. У меня одна лишь роза, Роза Марковна, жена. Моя дача на горе, все удобства во дворе. Но туда, скажу вам сразу, я не добегал ни разу. Пригласил друзей на дачу и устроили под дачу. В результате той под дачи ни друзей теперь ни дачи. Эта дача мне полжизни чуть не исковеркала. Хорошо есть телевизор и кривое зеркало. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот пришла, вот пришла, вот. Чё, чё такое? Пришла вот к тебе, пришла поздравить тебя. У тебя же скоро день старения. Рождение. Вот пришла поздравить тебя, поздравить... Умыви тебя, дочек, вот ты не поверишь, ни одна сволочь, кроме тебя, не догадалась меня поздравить. Вот, на инструкции... Чё я? Я тебе подарок подарю. Вот эта инструкция, вот пульт дистанционного управления. Давай, разбирайся, всё по-русски написано. Мненьше надо, понимаешь, пойти. Да свиньям надо жрать. Это чё такое? Электронная модель идеального мужчины. Биоробот-самец. Киборг Вася. Здравствуй, любимая. Ты моя кисонька, лапонька, солнышко, запятая, козочка. Точка. Кисонька, солнышко. Это я что? Вот это вещь. Вася намного лучше обычных мужчин. Он не курит, не пьёт. Ну, это брехня, конечно. Ночью никто не будет греть у вас свои ледяные ноги. У Васи пятки с электроподогревом. А самое главное, Вася всегда будет носить вас на руках. Не может быть. Иди на ручки, моя кукуська. Я встретил вас, и всё былое. Иди на ручки. Меня на ручки? Ба! Лишь бы поднял, господи. Кроме того, Вася не будет гулять, так как имеет встроенное, противокобеленное устройство. Ба! Девчонки, вот я не знаю, где оно у неё стоит, это устройство. Но его надо всем мужикам поголовно вставить. Все. Но самое ценное, что Вася всегда готов к подвигу. Ба, это в каком же подвиге? Вынести мусор. На помойку! На помойку! На помойку! Вот этот цветочек, а вот этот подарок, вот этот я понимаю, а? На помойку! На помойку! Всё, всё, супер, пока мне всё нравится. У Васи есть программы на все случаи жизни. Ой, так же, на все. Допустим, в квартиру забрались воры. Вася! Воры! Постарайтесь! Постаруй, Марганы, вытяню! Твоё место на нарах! У-у-у-у! У-у-у-у-у-у! А ещё Вася прекрасно водит машину и заморочит любого гаишника. Это невероятно! Гражданин, вы превысили скорость. Сомандир, моя фамилия Шумахер. Где тут трасса? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Вот это мне надо. Тышь, тышь противная. Чего пристала? Только заражу разносишь. Сейчас я тебя тапком по морде пью. А мухобойка кибернатическая. А теперь программа недоступна ни одному живому мужчине. Ба, я чё такой? Программа «Радостная встреча тёщи». Ну это точно брехня. Боже мой, какая радость! Кто к нам приехал? Праздник, праздник, праздник наступил. Берите, что хотите. Живите, сколько хотите. Мама, можно буду называть вас мамой? Мамуля, мама, милая мама. Ах, тебя я люблю! Ежалки, надо всех мужиков вот на таком мачо заменить, а? И в дополнение, самая любимая женская программа. Эротический файл. Эротический. Чё-то я такое слыхала. Лет тридцать назад. Один раз. Во сне. Оу! Оу, ты секси! Оу, ты секси! Твои губы, как спелые вишни. Оу! Я хочу съесть твою помаду. Оу! Сними с себя одежду. Оу! Господи, лишь бы не заржавел. Сними с себя одежду. Оу, ты секси, секси! Оу, твои губы, как спелые вишни. Оу, сними с себя одежду. Я хочу съесть твою помаду. Оу! Чё ты молчал? Давай ещё продолжай. Оу, ты секси, секси! Сними с себя одежду. Вася, а ну-ка скажи, я секси? Оу, ты секси, секси! Ещё давай! Оу, ты секси, секси! Оу, ты секси, секси! Оу, ты секси, секси! Оу, ты секси, 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 секси! Вот так всю жизнь, а? Ни один мужик меня долго не выдерживает, а? Хоть железный, хоть нежелезный. Слышь, ты, флейбой электрический. Ну-ка давай ещё раз вот этот вот, эротический файл. Пссс! Оу! 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 Ты ж, ты ж отсюда! Чего пристала, только заразу разносишь! Сейчас я тебя тапком по борде. Не поняла. А чё, мне туфту подсунули, что ли? А чё, секонд-хэнд, что ли, какой? А чё, кроме меня им тот пользовался, что ли, уже? Ну-ка попробуем другую программу. Вася, к тебе приехала тёша. Псс! Ау! Оу! А-а-а! 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 Паспору, Маргану, векали твоё место на нарах! Оу! Ты как с тёщей разговариваешь, дроссель железный! Ну-ка ещё одну программу, Вася! Тебе в квартиру забрались воры! Боже мой, такая радость! Берите, что хотите! Можно буду называть вас, мама, воры, милые, воры! Слышь, ты дурак самоходный! Ну-ка соберись, пожалуйста! Ещё одна программа! Вася, тебя установил гаишник! Оу! Ты сакси-сакси! Оу, твои губы, как спелые вишни! Оу, хочу съесть свою помаду! Оу! Слышь, ты, чмо электронное! Сейчас я тебе устрою приключение электроника! Э-э-э, криватые качели! Летят-летят! Оу! Летят-уты! Летят-уты! Выкидаль, сердцовый! Я-а-а! И-а! Песня про зайцев! Я шоколадный заяц! Завершенный мерзавик! А-а-а! Пак юрского периода! Часть старая! Дитва динозавра! Мои зелёные глаза называют все меня глазунью! Всё! Достал ты меня, железяка! Небольшой ремонт по-нашему! Ой! Само исправление системы! Зелёные! О, летят! О-о-о-о! О-о-о! В глаза! О-о-о! Иди на ручки, моя кукуська! Я встретил вас! И всё, плывай! Иди на ручки! А-а-а! Вот, девчонки! Чё, настоящая ласка с мужиками делает, а? В общем, девочки, будущее за киборгами! Оп! Пошёл! На! На помойку! На помойку! На помойку! На помойку! На помойку! На помойку! На помойку выноси! А сейчас гвоздь программы! Вернее, гость программы! Погоди, я сейчас не поняла! Гвоздь или гость? Ну, вообще, он и гость, и гость! Погоди, он что, железный, что ли, со шляпкой? Ну, мужик, он вообще железный, но шляпку не носит, не, не носит! Погоди, я не поняла! Он что, ещё и мужик, что ли? Ещё какой мужик! На сцене гость и гвоздь нашей программы! Виктор Коклюшкин! Ба-а-а! А-а-а! АПЛОДИСМЕНТЫ Одному певцу вместо его фонограммы поставили фонограмму певицы. И он под неё рот открывал вплоть до слов «Я тебя обворожу, а потом тебе рожу». А одной певице вообще фонограмма ансамбля «Песни и плески» российской армии. И она, чтобы изобразить хор, открывала рот в шире плеч. А-а-а! Артисты. У одной эстрадной звезды машину угнали. Она поехала на такси, таксист говорит, как здорово бы она одну певицу похожа, забыл её фамилию. Звезда назвала свою, а он говорит, нет, на Пугачёву. Певица говорит, спасибо, что не на Киркорова. Шелл-бизнес. Одна певица пришла на концерт, на голове абажур на бедру и бюстгальтер. Её спросили, вы от Юдашкина? Она говорит, нет, от психиатра. Шелл-бизнес. Один артист на дне рождения у спонсора сказал, желаю вам так же прожить ещё сто лет. Спонсор говорит, ты что, я полжизни в тюрьме присидел? Шелл-бизнес. Один продюсер говорит, молодой певице, прежде чем стать звездой, все проходят через мою постель. Она как была в грязной обуви, так и прошла. Пробьюсь румом, тронулся и теперь доказывает, что он раскрутил Шаляпина. Шелл-бизнес. Иллюзионист недавно выступал, собрал в первом ряду у зрителей бумажники, потом залез в ящик и исчез. Его найти не могут, потому что по афише он Антон Прекрасный, а по паспорту Иван Гундюк. Другой артист выступает с дрессированным крокодилом и только недавно узнали, что это его жена. Она грим такой делает, чтобы на выгне платить. Шелл-бизнес. Аудио и видеопродукции сплошь пиратская. Одного милиционера внедрили в эту сеть, чтобы разоблачить, он обратно возвращаться не хочет. Ему говорят, мы здесь звание дадим майору. Он говорит, зачем я здесь получаю, как генерал. Шелл-бизнес. Один певец сказал зрителям, я вам подарю свою новую песню. После концерта всем деньги дали, а ему нет. Он говорит, почему? Ему говорят, вы же песню подарили. Шелл-бизнес. Одна женщина говорит мне после концерта, дайте мне, пожалуйста, ваш автограф. Я расписался на какой-то бумажке, а потом выяснил, что это была расписка, что все ее дети мои. Теперь меня папой зовут 10 человек. Причем младший муравейсник. Вот такой у нас шелл-бизнес. Поэтому уже лучше быть зрителем, чем артистом. Спасибо. Спокойно, я говорю, спокойно, успокойно, успокойно. Не, не, постреляй, скатина такая. Спокойно, спокойно. Тут если попадет, то только в голову. Ну чего себе? Это шучка, спокойно. Скажите, а вы точно участковый, Тарас Ольдович? Да, кем же я еще могу быть? Екатеринка. Так, ишь ты, ишь ты, хотят окружить нас. Пойдем. Так, извините, мобильник. Ага. Мобильник. У аппарата. Это ты, Петров, а это я. Так, психическая атака наркотиченов на территории торговцев оружием. А я приказываю пленных не брать, самим жрать нечего. Все. Извините, пожалуйста, а вот этот Петров, который звонит, это кто? Вы знаете, какой-то абсолютно незнакомый Петров. Все время звонить, не звонить, делать ему нечего. Ага, понятно. Так, Тарас Ольдович, ну мы продолжаем, да? Смотрите, значит, мне нужно, чтобы вы сказали, что у вас в районе преступности, в общем-то, нет. Вот, для реальности оставили какие-нибудь мелкие правонарушения. Легко. Давайте. Так. О, на, вот стоп. Так, а вы, корреспондент. Ну да. Так, так бы сразу и говорил. Ёлки, включай, быстро свою шарманку, пока банда не налетела. Какая банда? Малолетняя. Из детсада сорнячок. Они сначала отбились от родительских рук, потом отбили почки у директора сада. Потом склад с оружием. Сейчас вооружены до молочных зубов. Держи страхи не только у Окренеловских районных, а и близлежащие населенные путь. Ничего себе. Подождите, да что вы так побледнели, успокойтесь. Сегодня ж какой день? Сегодня суббота. Ну, а по субботах до обеда у них детский оздоровительный сон. Да. Так же смело берет свое интервью. Хорошо. Дорогие друзья, сегодня я беседую с Окренеловским участковым полномоченным. Известно, что в городе идет разгул преступности. Но вот в Окренеловском районе все наоборот. Так ли это, Тарас Ольгиевич? Почему это наоборот? Ну, преступности же у вас нет. Как это нет? А чем мы хуже за другим? Вот на прошлой неделе до нас на дискотеку приезжали знакомые хулиганы из соседнего района. Ага. Так наши ребята в целях самообороны троих расчленили. Стоп. Что вы мелите? Какая расчлененка вообще? Понимаете, мне нужно, чтобы вы сказали, что у нас все в порядке. Понимаете? В порядке. Ой, так я так и говорю, что расчленили у всех по порядку, согласно алфавиту. Извините. Бабик. Да, пожалуйста. У аппарата. Это ты, Петров. Пошел, ты знаешь куда? До свидания. Он знает куда. Я придумал, я придумал. Смотрите, скажите, пожалуйста, а вот у вас в районе какие-нибудь кружки, публичные библиотеки действуют вообще в принципе? Чудак, у нас только публичные действуют, ёбки-папа. Да вы говорите, конечно. И что, там можно взять любые книги? Так, там музыки могут взять не только книги. Там мужчины могут взять кого угодно из писателей. Особенным успехом пользуются авторы. Лолита такое делает, что. Также Анджелике вообще. Мозги переворачиваются. А также Просковья Никитична. Ну, это для старшего возрастного ценза. Да что вы делаете вообще? А также Максим Горький, но это до любителя, я этого не понимаю. Серьёзно. Скотина. Ну, ты посмотришь, стреляйте, стрельяйте. Скотина. Скотина, что ты на меня смотришь? Скотина, стреляйте. Да. Понимаешь, скотина. Я интервью даю. Скотина. Давайте продолжим. Скотина. А он скотина. Скотина. Да вы тихо, меня знает о вас попадём. Тарасович. Скотина. Тарасович. Давайте дальше, давайте. Скотина такая. Я придумал. Давайте вы расскажите о вашей природе, хорошо? Давайте вы скажете, что у вас в районе такая замечательная природа, что о преступлениях люди не думают, да? Легко. Давайте. Скотина! Сюда, пожалуйста, сюда. Пусть знает. Да-да-да. Ага, у нас преступности нема, потому что есть природа. Очень хорошо. Здесь лес, речка, а этой весной были сильные дусти, и речка поменяла своё русло. А на втором русле мы нашли третрупа, которая, взявшись за руки, пели, нас оставалось только трое из 18 ребят. Это что, охренелский анзамбль песни-пляски? Да нет, вы на меня так посмотрели, что я думаю, пускай лучше поют, нежели танцуют. Да поймите вы, Тарасович, мне нужен светлый материал, где бы всё было бы хорошо, понимаете? А вот вам и светлый материал. Где? Видишь? Братья Пономаренко банк грабит. Да вы что? Баксы выносят. Один мешок, второй мешок, третий мешок. Подожди, это если с каждого мешка по 20 процентов. Подождите, а что вы тут сидите-то? Так а что вы мне делаете? Как что делать? Задержите их. Бесполезно. Або откупятся, або убьют. Вот я уже на чего не подкупный человек. И что же вы думаете? Что? Вас подкупили? Зачем подкупили? Убили, к чёртовой мать. Как это? Вы живой. Так надо. Потому что замены мне нет. Так что мне небесное. Да подождите, что вы мне в лапшу на уши вешите. Скажите, пожалуйста, ну хоть какие-то счастливые случаи бывают у вас в районе? Так у нас в каждом воскресенье есть счастливые случаи. Ну хоть об этом сможете рассказать и уязать с отсутствием преступности? Легко. Давайте. Вот на этой неделе на нас обрушился счастливый случай. Конюхов Степан в честь 60-летия своей тёщи решил сделать акт самосожения. Ага. И вылил на тёщу ведро соляры. А соляры же не горит, а клеит. Пожарники приехали и потушили. То есть спасли человека. Да какой спасли? Тушили так, что утопили к чёртовой махере. Идиот. Конечно, идиот. Вместо того, чтобы лить на тёщу бензин, он льёт на неё солярку. Я ему сколько раз говорю, говорю, Степан, и экономно тёщи нам здоровье. Подождите, вы что, действительно считаете, что это был счастливый случай? Так а как же, хотел, чтобы тёща сгорела, а она утопилась. Да так же, чтобы пропала бездность. Её ж до сих пор ищут в этой пене. О, а хотите, я вам ещё один расскажу, весёлый случай про моего тестя. Значит, тест нашёл гранату. Да хватит мне счастливых случаев, слушайте. Тогда я вам расскажу про своё хаби. Кого? Хаби. Это иностранное слово, вам его не понять. Смотри, я в свободное от налётного времени очень люблю вязать на спицах. Вот смотри. Подождите, вы хотите мне сказать, что у вас ещё бывает свободное время? Как грязи, смотри. Петелечка изнаночная, петелечка лицевая, петелечка... О, кстати, о петлях, счастливый случай. Иду я как-то недавно, вдруг вижу, кто-то висит. Всё, думаю, кум повесился, потому что есть у него такая привычка по четвергах вешаться. Присмотрелся, не кум, а счастливый случай. Подождите, не кум, а кто? А кто ещё знает, он до сих пор там висит, может пойти похохотать. Слушайте, Тарас Ольга, да неужели же у вас всё так плохо? Так я им так и говорю, говорю, дайте мне роту спецназа, пять БТР, один плохенький бомбардировщик, и будет в районе спокойно и тихо, как на кладбище в безветренную погоду. О, просыпались гадёныши, значит, да малолетняя банда из Ица до Сорнячёв, значит, дорогой. Ну я так далеко, там вот стоит Петров, поле поможет перейти из тебя к лесу. Там железная дорога, сидишь на электричке, идуй до канадской границы. Подожди, я тебе на всякий случай гранату, убирай отсюда. Спасибо, спасибо, спасибо. Эй, только кольца этого не трогай, не трогай кольца. Ну, теперь никто никогда не узнает, что в Охренеловском районе всё спокойно. Хе-хе, ПТ-лечка изнаночная, ПТ-лечка лицевая, ПТ-лечка изнаночная. Спасибо. Ой, Андрю, всё-таки хорошо женщиной быть, да? Ага, согласен, согласен. У меня в деревне отбой от мужиков нету, каждый день за мной бегают, бегают. Ага, Кришат, дай похмелиться, дай похмелиться. Эй, чё, а мне вчера один, знаешь, такой импозантный мужчина, такой огромный цветок подарил вообще. Чё за цветок-то? Репейник. Ну, всё равно приятно. Да, ты бы хорошо смотрелся в огороде с этим цветком бы, да? Ворона бы тебе, наверное, за километр бы облетали-то. Чё, цветочек, цветочек, женщина, она прекрасно не на огороде смотрится, а на сцене. Ой, ты знаешь, я когда на сцене, я так завожусь, вообще. А я знаю одну артистку, от неё весь зал так заводится, вообще. Это кто это? Елена Степаненко! АПЛОДИСМЕНТЫ У меня подруга есть. Вера. Мыло. Угу. Эта фамилия у неё такая. Мыло. По мужу. А девичья фамилия у неё была Шила. Ага, поменяла. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот вчера звонит мне и говорит, ты случайно не знаешь телефон, командующий Черноморским флотом? Я говорю, Вер, тебя что, на морячков, что ли, потянуло? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В данном конкретном случае хочу спросить, как правильно надо узел завязывать? Представляешь, мой Шурик заявил, что я уродка. Всё. Буду вешаться. АПЛОДИСМЕНТЫ Я говорю, Вер, что-то я не поняла. Жили-жили, и вдруг разглядел. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вера у нас, вот знаете, когда у человека слуха нет, говорят, медведь на ухо наступил, да? А вот насчёт Веркиной красоты можно смело сказать, что тут медведь по всей Верке потоптался. АПЛОДИСМЕНТЫ И не один, а с друзьями. АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, нахулиганились сильно. АПЛОДИСМЕНТЫ Я говорю, Вер, ты не расстраивайся. Вообще, конечно, это безобразие. Ну что такое муж, говорит, жена уродка. Сначала Шурика за такие слова твоего надо вешать. Ну ладно, ладно, а скажи, с чего у вас всё началось? Она говорит, вот именно, с чего? Да ни с чего. Всю ночь по телевизору смотрел конкурс. Мисс 2004. А утром мне заявляет. Знаешь, чем ты от них отличаешься? Всем. АПЛОДИСМЕНТЫ У них, говорит, всё красивое, что ни возьми. А у тебя, говорит, что ни возьми, и брать не хочется. АПЛОДИСМЕНТЫ Я говорю, да, зажрался твой Шурик. Вера, а ты возьми его и на диете подержи. А потом так неожиданно спровоцируй. Она говорит, держала месяц. А потом, знаешь, так нечаянно на куфню вроде захожу. Как халатик расстегнул. Я говорю, молодец, шок, это по-нашему. Как он отреагировал с голодухи? Он говорит, посинел весь. Так орать начал. Ты чё тут на ночь глядя ходишь, халаты расстёгиваешь? Надо переодеться, скажи. Я голову с уфайкой замотаю, во двор выйду, за гараж спрячусь. И ещё кричал, что я кошмар на ножках. Я говорю, Вера, не расстраивайся. Ну, что ты так расстраиваешься? Тут надо подумать. Да не о чём думать. Сейчас пойду, сделаю маникюр и вешаться. Всё, приходи вечером, посмотришь, как я красиво буду на люстры смотреться. Ой, забыла, надо же цветы же купить. Я говорю, а цветы-то зачем? Принесут же? Принесут. Они принесут, ага. Завтра он у Шурика день рождения, а здесь цветы в вазе, я в петле. Лучшего подарка ему не надо. Я говорю, да, Вера. Царские подарки ты своему Шурику делаешь. Может, ты меня чем порадуешь? И тут вдруг она вспомнила. Говорит, правда, слушай, забыла. Я ж тебе 600 рублей должна. Я говорю, Вера, так я сейчас забегу, что-нибудь помочь, там, табаретку отодвинуть или чё? Она говорит, нет. Знаешь что? Я тебе эти деньги отдам в другой жизни. И не 600 рублей, а 1200. Прощай. И трубку положила. Я сижу, думаю, здрасте. Вера и в этой жизни не красавица, а в другой жизни запросто, может, лягушкой заделаться. Где я потом по болотам буду искать? Чтоб она мне 600 рублей отдала. Думаю, надо что-то придумать. Что-то придумать надо. А, слушай, придумала. Звоню её мужу Шурику на работу. Изменила так голос немножко. Говорю, алло, мужа моя, хочу тебя обрадовать. Твоя жена гуляет с дипломатом. Шурик говорит, бабуль, я в курсе. Коричневый такой дипломат, без ручки пусть гуляет. Я говорю, мужчина, дипломат не коричневый, а чёрный. Здорово такой. И судя по тому, как Вера ему в глаза заглядывает и улыбается, с ручкой у него всё в порядке. Шурик вдруг заорёт. Мать, а чем они сейчас занимаются? Я говорю, сейчас они маникюр делают, в брачные ночи готовятся. Мужина, у них сегодня первая брачная ночь у вас дома. Ты подходи, может, чем присоветуешь там молодым, чем поможешь. Он говорит, я им сейчас помогу. Я ему сейчас ручку-то оторву, чёртовой матери, и трубку так бросил, чуть в меня не попал. Я бегом к Верке домой, прибегаю. А у Верки в квартире никогда такого не было. Слушай, чистота кругом, порядок. И везде цветы, цветы. И среди цветов Вера. Я её даже не узнала. Причёску себе насобачила, маникюр, юбка, шпильки вот такие, стоит на табуретке под люстрой. Не женщина, статуя. Венера Барбосская. Я говорю, Вера, извини, что помешала. Только что по телевизору астролог выступал. Оказывается, сегодня ничего вешать нельзя. Плохая примета. Придётся перестирывать. А в странах Африки в этот день принято долги отдавать. И тут вдруг Шурик в дверь врывается. Где Вера? Куда спрятала? Вера говорит, какого? Он говорит, такого? Сейчас ему ручут этот дерок. Я говорю, Шурик, что ж ты так орёшь-то? Ты посмотри, жена какая у тебя красавица. Шурик наверху глянул и обомлел. Ты, говорит, что с собой сделала? Я говорю, это она к твоему дню рождения приготовилась. Порядок на лице навела. Сейчас вот с люстры пыль сотрёт. Мне долг 600 рублей отдаст. И поведёт тебя в спальню за ручку. Шурик подошёл к Верке. Взял её на руки. Ты знаешь, бережно так взял. И говорит мне, Подруга, а ну, брысь отсюда. А я на него даже не обиделась. Потому что спасла сегодня не только Верку и свои 600 рублей, Но и любовь, которая у них была, да они про неё забыли. А, брысь отсюда. Нет! КОНЕЦ КОНЕЦ Светочек, а чё это ты с пузырём на сцену-то вышла? Айда за кулисы, дурочка! Не отвлекай, ты видишь, я в цирк готовлюсь, номер репетирую. Батюшки, это чё за номер такой ещё? У тебя башка-то поплоще. Вот ты сколько можешь бутылку на голове удержать, а? Я вообще не смогу удержать, я её сразу выпью. Впервые уникальный номер. Да? Метание ножей в пока ещё живую бабушку. Ты чё? Ты чё, с ума что шла? Она же разбиться может, ты чё делаешь-то? Ничего, ничего. Не надо, цветочек, не надо. А чё таки хорошо в этой Турции? А я только на третий день понял, что значит всё включено. Это значит, всё бухло на халяву, пей сколько хочешь. Когда включено, главное не отключиться. Так, давай прибери себя в порядок, давай, а то сейчас чикши подгребут. Па, лопушок, это ты. Это я. Ну, как тебе моё платье? Отстой. Эй, вот па, Афродита и рядом не валялась. Я в этом платье ещё на выпускной ходила. А вот куда тебя выпустили? Из психушки. Из ПТУшки, поняла? Красавица, красавица просто... Бегера Тамбовская. А мне она милотская, чтобы излить. Ну, Ванечка, как я тебе нравлюсь? Ой, Матрё, кака у тебя кожа гладкая. Как ты красиво загурел. Дурак ты, Ванечка, это куртка. Я 20 штук таких купила, дорого. Открою у себя в деревне бутик. Мир кожи в Зябликово. А чё за песни всё время передают такие, Матрё? Это таракан, турецкая попса. Да? А тут похоже на нашу Кикорова, вот это у вас. Цветочек, разрешите вас пригласить на танец? Эй, ты шо, с ума с дурен? Это ж моя баба, что ж ты делаешь? Вот ты на него... Чё ты лрёшь на него? Ему сегодня солнце в бошку напекло, но он на ничё не суражает. Танцуй со мной. Пока разрешаю. Цветочек, я хочу вам предложить заняться со мной сёрфингом. Чего? А сёрфингом это как, Вань? Это так клёво. Главное, нужна большая плоская доска. В каком смысле плоская-то? Ну такая, чтоб ни сучка, ни задоринки. Не, ну я, конечно, плоская, но два-три заусенца найдётся. Вот, и потом кладёшь эту доску на берег и с разбегу на неё как запрыг. А когда подкатит волна, так выпрямляешься и делаешь так. Эх, 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 да ты мальничок, Вань. А чтоб совсем круто было, можно ещё парус поставить. Какой парус? Дурной, что ли, парус? Я тебе поставлю как парус. Мне правильно поняли. Патрёна, я очень симпатичный, одинокий мужчина. Да ты что? Вы чертовски привлекательная, одинокая женщина. Ну? Я хочу вам сделать предложение, которое я никогда никому в жизни не делал. Какое предложение, Афанаський? Я хочу просить у вас руки и пойти с вами в дельфинарий. Что у тебя, глобли труплявые, уйдись в класс твой? Иди сюда, а ты на чужой каравай бункер свой не разевай. Иди сюда, кролик мой. Я бы тебе соседший. Ты чего еще, а? А что такое? Да-а-а-а. Нет, а что такое, я не понимаю? Куда? О, ты погляди, а! Дом престарелых на выезде Ага, утренник в детском саду Дай курить Плесень бородатая Я не курю Сейчас, когда промеж глазниц Лаз ты склеешь и в сосновый ящик сложишься Не бойтесь, друзья, они не посмеют Мы же в Турции Папаша, закурить не найдется? А ну, не фулигань, не фулигань, не надо Я не с тобой разговариваю, малолетка Честь моя нарушена Честь моя нарушена Заступи за девушку Верни честь мою поруганную невинную Дай ему, дай Это вы мне? А, тебе Давай, Рахита, иди на дыбу Не держите меня Не держите меня Умри, ископаемая Чего? Что такое? Мого парня Полбой Ну, как ты его делал? Ты у меня крутой А, ёлки-палки Я Честь твою остановил И теперь душа девица Я хочу Я согласен Честь твою остановил Я хотел сказать на пиццу Мне сделали предложение Да ты чё, куда? В Дельхавинаре Нет Туда, куда я Где я никуда в жизни была А, поняла В обезьянник Ага Чего ты? Замуж, дура? А какая разница-то? А ну давай, зажигай Деды гофрировные Деды гофрировные Деды гофрировные Деды гофрировные Деды гофрировные Деды гофрировные Тебе восемь цветов Принесли На могилку Захар АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Матрон, ну чё сейчас Как за мода такая у нас на эстраде, а? А чё? Мужики в женщин переодеваются. Так я чё, думаешь, только на эстраде, что ли? Это везде так. Я вон дальше по улице иду. Одна женщина идёт. Я говорю, женщина, сколько времени? Она говорит, я не женщина. Я говорю, ну извините, девушка, сколько времени? Она говорит, я не девушка. Я говорю, а кто, мужчина, что ли? Она говорит, я не мужчина. Я говорю, а кто ж ты, чудо природы? А она мне говорит, я, говорит, трансвестит. Чего? А чё это такое, трансвистик-то? Это, который в транспорте свистит. Морьки-палки. Всё перемешалось, всё перемешалось. Я тебе говорю. Одни пол меняют, другие скрывают. Вот правильно мне мама всё-таки говорила, а? Береги платье с нову, а ориентацию с молоду. Да. А я слыхал, знаешь, как говорят? Говорят, если хочешь поменять пол, проверь, не течёт ли у тебя потолок? Ты слыхал, что у нас в кривом зеркале-то творится? Чего? Руководитель-то наш, Евгений Петросян, тоже того. Чего? Того. Того, понимаешь? Решил в бабы податься. Сделал классическую операцию, располнел, женские шмотки нацепил, вообще убабился. Я, говорит, начинаю новую жизнь на эстраде. Да, я знаю, что он у нас хлеб отнимать решил, да? А может, прячется от кого? Может. Но от меня-то не спрячется, я же его сразу узнала. А как ты его узнал? Настоящая женщина, она сердцем чует. Слышь, я тоже. А это не он вон там идёт? Да, он. Она. Оно. Короче, встречайте, Евгений Петросян! Да. Да. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ой, нет, извините Наш автобус Приготовьте денежки за проезд Сейчас мы с вами сыграем слабое звено У меня в сумке 50 рублей Хотя могло быть и 300 Кто еще не оплатил за проезд? Кому я еще не оторвала? Кто хочет выпрыгнуть из окна На полном ходу из автобуса? Кому дать пинка под зад? Пришло время определить слабое звено Чуваной маловек Ой, нет Что-то я сегодня не выспалась вся Молодой чебурек Нет, не то Ну, молодой Черновой молодняк Или как-то Слишком много на голове не соображаю В общем, мужчина Ну, в смысле, молокососов По ушам вижу, что у вас нет билета Денег нет Да, это что-то новенькое Очень новенькое Сейчас мы как раз проезжаем по мосту через реку Мы сыграем с вами в игру Кто хочет стать глубиномером? О, сразу деньги появились Молодец Что-то же Кстати, клинические исследования показали Что у пассажиров Которые купили билет Зубы сохраняются до конца проезда Мужчина Ну, как вам не ай-яй-яй Ну, что же вы с лошадью в транспорт городской залезли? А? Это не лошадь? Он мне будет рассказывать А кто же это такая лохматая Ржет всю дорогу Зубы вперед Что? Это ваша теща анекдоты читает? А? Отберите немедленно Вы что? Минута смеха добавляет год жизни Вы хотите, чтобы ваша теща зарядилась как энергжанзи? Думать надо Граждане пассажиры Сегодня спонсор нашей проездки МТС Компания Моторно-тракторная сельпо Благодаря нашему дорогому спонсору Сегодня все входящие бесплатно А выходящие 10 рублей Для безбилетников Праздничные скидки из окна Обелечиваемся, обелечиваемся Интересно, этот спящий урод мне заплатит? Бомж какой-то Я угадаю это с 7 ударов Эй, чудо-йогурт, лохматый облезлый Вставай, вставай, вставай Фу, запах какой-то Что? Это новые духи? Хьюго скунс? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну понятно, старая история У вас, конечно, украли документы Деньги нужны На операцию по пересадке волос Вы самое дряблое земное Убирайтесь отсюда Папирушка Я конкурентов не потерплю Граждане, подайте, кто сколько может Ой, заразилась, извините АПЛОДИСМЕНТЫ Обелечиваемся О, какой красивый мужчина АПЛОДИСМЕНТЫ 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 По лицу вижу Что у вас нет билета Чем платить будете? АПЛОДИСМЕНТЫ Натурой? АПЛОДИСМЕНТЫ В каком смысле? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Попостер, смотри, что творит, а? Закройте окно. Брюки улетели. Мужчина, рубашку от себя далеко не бросайте. Упрут ведь здесь, сами понимаете, кто. Женщина, вы зачем мужику в трусы деньги суете? Суйте мне в сумку. Что делать? Изображать надо. Всё, мужчина, хватит, хватит, мужчина. Мужчина, ну что же вы меня не предупредили, что у вас проездной на весь год? Эх, была бы я помоложе лет на 20, я бы вас так обелетела по самые рессоры. Граждане, оплачиваем стриптиз, эээ, проезд. Чего-то я сегодня вся не выспалась. Молодёжь, что у вас за проезд? Это кто, кенгуру с сумкой? Это кто, чувиха крызанутая? Это я, чмо в бегуях? Слушай, ты, чижик бройлерный, ты на кого хлеборецку раскрыл? Дятел бамбуковый, пингвин отмороженный, ты на кого дусь укрошишь? Захлопни свой компастер, гони бабки, покупай тикет. Тикет покупай. А то я твои тусню, опрокину, ты у меня только лсу будешь слушать. АПЛОДИСМЕНТЫ Где я так наплатыкалась? А я возле школы живу. АПЛОДИСМЕНТЫ Не проходим мимо, башляем, башляем. АПЛОДИСМЕНТЫ Обелечиваемся, обелечиваемся. А-а-а! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Извините, товарищ негр. АПЛОДИСМЕНТЫ Я подумала... Лучше не говорить, что я подумал. АПЛОДИСМЕНТЫ Что у вас за проездку? Ну, что вы улыбаетесь, будто у вас 32 зуба. Билетик, ферштейн? АПЛОДИСМЕНТЫ Не ферштейн, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Темнота. АПЛОДИСМЕНТЫ Граждане, кто знает, как по-африкански деньги вообще? АПЛОДИСМЕНТЫ Слышь, Гондурас Иванович! АПЛОДИСМЕНТЫ Занзибар, Степан Сеюли. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЛАТИ 10 РУБЛЕЙ! АПЛОДИСМЕНТЫ ЭФИОП, МАТВЕИЧ! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давай-давай, мани-мани, быры-быры, гривны, танька, я не знаю, что там у вас в Эстонии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, в Эфиопии, это же рядом. АПЛОДИСМЕНТЫ Слышь, ты, Акуна Матата, ты чё, новый русский, да? А почему у тебя деньги чёрные? Африканские, что ли? Ах, просто грязные? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так вы не негр? А кто вы? АПЛОДИСМЕНТЫ КАЧЕГАР? АПЛОДИСМЕНТЫ Из-за боя? Ах, из-за боя! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Верь, пачку лотерейных билетов подсунул. Аферист проклятый. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, мужик, не тяни руки, а то заставлю жениться. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, мужчина, а почему вы в транспорте с семечками набросали тут кучу шелухи? АПЛОДИСМЕНТЫ Это не шелуха? Это перхоть? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Простите за нескромный вопрос. Вы каким шамтунем голову моете? АПЛОДИСМЕНТЫ Что, вы кипятите? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, тогда пейте хрендер шолдерс. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ Я поняла, денег не надо. АПЛОДИСМЕНТЫ Не прикасайтесь ко мне, вы заразное звено. АПЛОДИСМЕНТЫ Выйдите отсюда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какие у вас жирные волосатые ноги. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет, мозг! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вам бежать надо в другую сторону. Граждане пассажиры, вы ещё не взяли билетика? Тогда я иду к вам. Граждане пассажиры, вы не взяли билетика, вы не взяли билетика. Как на даме цветы. Вот и лето пришло, будто не уходило. Всё вокруг расцвело, пыль дождями прибило. Снова хочется в лес, снова манит природа. Сколько сказочных мест для простого народа. Только, 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 только нас ещё мало. Только, 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 только нас ещё мало. Только, 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 только Нас еще мало 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 Только-только-только-только нас ещё мало Только-только-только-только нас ещё мало Только-только-только нас ещё мало Вот теперь хватит! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!